Начнем выпуск с главных тем. Нужно ли ввести режим ЧС в горных районах Дагестана, пострадавших от проливных дождей? Этот вопрос рассмотрели на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе республики. Напомню, в результате проливных дождей с 23 по 25 сентября в Цунтинском, Цумадинском, Шамильском, Тлеротинском районах и на Бештинском участке возникла сложная ситуация. Население осталось без электроснабжения и транспортного сообщения. Связь с районами осуществлялась на авиатранспорте. К ликвидации последствий непогоды привлечены специалисты различных ведомств, в том числе более 100 спасателей и около 50 единиц техники. В ходе совещания принято решение провести обследование пострадавших территорий для оценки ущерба и обоснование финансирования из резервных источников мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихии. Назрела необходимость обсуждения вопроса выработки предложений главы Калинистана, председателя комиссии ЧАЭС. По необходимости организации, организации, организации и органов управления силы связи с республиканской подсистемой ЧАЭС в режиме чрезвычайной ситуации с возможным объявлением территории указанных районов зоны ЧАЭС. Сегодня без автомобильного сообщения. Все еще остается одно муниципальное образование с населением около 13 тысяч человек. По временной схеме открыт проезд для легковых автомобилей в Тлеротинский район и на Бештинский участок. Планируют к вечеру завершить работы по открытию автодороги Агвали-Шаурики-Дыров в Цумадинском районе. К 28 сентября энергетики планируют восстановить энергоснабжение.